Девчонки, всем привет! Я уже на Бьюти-саммите, вот здесь много народа собралось, конечно же, куча девочек фотографируются, селфи и так далее, кто покупает известные помады, Сенсайшн Косметик, стойкие, которые Ковка советует всем. В общем, здесь будет весело для тех, кому удалось прийти на Бьюти-саммит, увидимся сами здесь, пофотографируемся, поболтаем, выпьем чашечку кофе вместе для тех, кому не удалось. Очень жаль, потому что я думаю, что будет очень интересно. Так, это гейсмин, вот это кусок, вот это кусок, вот так вы приносите на минут 200 гривен, очень классно. Для начала мы используем патчи под глаза. Как минимум, вам будет проще работать, потому что зона под глазами будет увлажненная, пройдут какие-то экстренные мешки и потемнения под глазами, ну и плюс для клиента это некая такая уходовая часть, которую вы сделали как полус к вашему макияжу. Всегда используйте какой-то приятный увлажняющий крем, желательно не Невею. Это можно полировать фоксинки. Я использую Киллс, я его просто обожаю, потому что он подходит всем. Он в первую очередь гипоаллергенный, из-за чего вы не рискуете клиенту нанести аллергию или ему там, например, не подойдет крем. Я сегодня использую мой самый любимый тон за последнее время, это Том Форд. Он очень классный, он дает очень красивый финиш на лице. Заявлен как матовый, но это неправда. Он полусатиновый, полуматовый, из-за чего он дает безумно красивое покрытие, натуральное, назовем его так. Хотя очень сложно говорить о натуральности. В 21 веке мы колем губы, натуральные откорректированные брови, окрашенные, нарисованные, натуральные накаченные губы, натуральный загар из-за бракки автозагара. Итак, я использую, конечно, мой любимый бьюти-блендер. Мне кажется, что этот тон лучше всего наносится именно бьюти-блендером. Хотя я пробовал использовать Овал Браш или Кайлим, тоже все хорошо, но покрытие с бьюти-блендером нравится намного больше. Не забывайте о том, что ваша клиентка – женщина. Она хочет быть всегда красивой, сексуальной, желанной. Даже если она очень скромная, все равно она хочет быть сексуальной. На самом деле, этот тон настолько плотный, но при этом не выглядящий на лице маской, что консилер на какие-то мелкие недостатки вам уже не нужен. Я не советую ему наносить глаза, потому что он схватывается, и он очень стойкий. Это вызывает преждевременное старение кожи. Поэтому я против большей части суперстойких тонов, а-ля Make Up For Ever от Эль-Е. Это мне вообще жуткая замазка, которую нельзя использовать на живых людях. Так же, как и Make Up For Ever, потому что его очень любят все ютуберы, потому что он очень плотный, он очень HD, и он очень красиво выглядит на камере. Но не забывайте, что на мимо селфи в Инстаграм, ваша клиентка выйдет на улицу. И там люди не должны ошибаться от нее. Ну, или от вас, если вы делаете макияж себе. Я обожаю, когда кожа выглядит круто. Чтобы все было слегка секси. Даже женщина в 50 лет хочет быть секси, поверьте мне. Особенно, когда вы называете ее не тетенька, а девушка. Я называю клиента любого возраста девушками. Это важный момент, некий такой момент этики макияжа. Мы задаем форму, и сразу я начинаю растушевывать с помощью скульптора. Подумайте на тему того, что в коммерческом макияже вам нужно использовать не так много продуктов, как вы бы использовали в чем-то творческом. Поэтому я одним продуктом всегда скульптурирую лицо и наношу складку века. Просто когда вы растушевали один продукт в складке и на скулах, эффект становится более гармоничный. То есть это все соединяет макияж в единое целое. Потому что, например, когда вы используете разный оттенок на глазах и разный оттенок вы используете на скулах, эффект чаще всего может получиться такого не очень слаженного макияжа. Первое, что я вам хочу показать, это будет текстурная укладка. Сейчас это очень актуально, очень модно, трендово и стильно. Я вторую защиту, я не начинаю работу, наношу на все волосы. Дальше будем приступать к тому, что будем их накручивать. Я беру небольшую прядь волос, протягиваю ее утюжком. Зачем я протягиваю утюжком прядь? Я ее при этом прогреваю и еще заравниваю. Заравниваю все пушки, либо какие-то волоски, которые есть. Она становится более гладкая и более ровная. Дальше. Делаю движение утюгом вниз, вверх, вниз. Делаю такую волну. Вверх, вниз, вверх. И кончик оставляю ровный. У нас получается вот такая вот плавная волна. Ставлю утюг. Первое. Под корень, на объем, поддерживаю утюг. Потом поддерживаю прядь наверх. Потом утюжок вниз. При этом прядь остается слегка в натяжении. Вверх. Вниз. Вверх. Ровно. Я возьму вот такой отматывающий текстурирующий лак от Лориаль. Что это за штука и с чем ее едят? Объясняю. Я наношу ее на корень. Для того, чтобы корень стал чуть более плотным. По ощущениям. Для того, чтобы держался объем. Итак, наношу продукт на волосы. Массирую. Делаю массаж. На волосы. С такого расстояния слегка. Поднимаю их. Дальше беру их. И слегка. Не, не поднимай. Подожди еще. И слегка вот так прижимаю. Оно сначала мокрое немножко, но потом оно очень быстро высыхает и получается сама эта текстура. Итак, смотрите. Сейчас мы на основе этой текстуры соберем классную прическу. Я беру небольшие прядки с двух сторон и собираю как бы как маленькую. Слегка. Вот. На одну сторону. И закрепляю вот эту часть, видим, как с двух сторон. Ну, я тебе буду раньше. Узелок завязываем, как на шнуках, логически. Только на волосах. Аккуратно. Затягиваем слегка. И начинаем вытягивать более тонкие пряди отсюда. Раз. Два. Три. Затягиваю слегка лаком. Делаю дальше. Следующий узелок. Растягиваем его. Делаем более объемным. И завязываю здесь такой вот узелочек. Начинаю собрать пучок. Я беру небольшую часть волос и приподнимаю ее сюда наверх. И при этом, пока я еще ее не закрепила, я ее закалываю. Фиксирую невидимками. Что делать дальше? Дальше я подгибаю оставшуюся часть волос под низ. Какую-то прядь волос могу оставить. Сбоку. У нас получается вот такая вот классная текстура. Такой классный пучок. Получается. Вытягиваю саму текстуру и укладываю сверху моего пучка. У нас получается вот такая вот небрежная коса. Это как бы обычная французская из трех прядей. Но она не выглядит как школьная коса. Как раньше, знаете, две косы лета летали. Там затягивали так, что улыбался целый день. Я вклюту. Резиночкой фиксирую кончик. Укладываю ее в направление от лица. Укладываю сверху на пучок. Фиксирую вот здесь сначала. Кончик просто скручиваю в колечко. И фиксирую над пучком.